Слава Богу, что и я, и Сергей сюда добрались. Я очень-очень рада вас всех видеть. Поэтому пойте прославление. У нас было шикарное прославление, согласитесь. Все микробы вымрут точно во время прославления. Это я знаю. Чем я хотела поделиться? Наверное, то, что я скажу для кого-то не ново, но... Алло. Алло, барышня. Слышно меня? Слишком громко, да? Не, нормально. Нормально? Как привыкла. Я поэтому чувствительность. Правильно. Хорошо. Серега ехали. Да, я нет. Я хочу поделиться таким словом, что, конечно, у нас есть путь, как братья говорили. Я понимаю, что мое слово, оно сегодня просто, наверное, дополнит то, что мы сегодня слышали. И вчера слышали от братьев. Просто дополнит. Действительно есть у нас путь. И у нас действительно есть дорога, по которой мы идем со Христом. Но мы никогда не должны забывать, что у любой дороги, к большому сожалению, огорчению, действительно есть две канавы. Одна канава и другая канава. И когда что-то очевидное идет в нашем, ну, скажем, нашей христианской жизни, мы говорим, о, там, брат, сестра, ты не туда пошла. Это очевидно. Это можно быстро выправить. Но порой приходит такое обольщение, что мы попадаем в эту канаву и даже этого не замечаем. Мы думаем, что все хорошо. Вот поэтому я хотела сегодня, наверное, об этом поговорить. Как мы себя вообще чувствуем на этой дороге, кем мы себя чувствуем на этой дороге. И если даже кто-то приблизился в сторону канава, в принципе, просто отрихни пылю, встань и идти дальше. Вот, поэтому нам для этого просто необходимо учиться, согласитесь. Welcome, библейскую школу. Обязательно. Учитесь все. Приехал Сергей Минеев. Ведь вы благословлены его служением, да? Но это же не было так, что родился мальчик Сережа, Господь ему дал дар. Когда мальчик вырос, помолился поутру, подошел к клавишам, начал играть, а потом еще и запел. Это же не так было, согласитесь. Это были годы, которые он потратил на обучение. Это было посвящение, которое он принял в свою жизнь. Он тратил время, силы, деньги. И поэтому мы видели то, что мы видели, что нас благословило сегодня. Наверное, я очень громко думаю, мне очень понравилось, как Игорь просто процитировал пару моих фраз, что вы никогда не пойдете в хирургическую, если, например, выйдет хирург и скажет, я помолился, давайте вместе помолимся, я вас прооперирую. Или вы пойдете в самолет, и пилот выйдет, скажет, господа, я приветствую вас, я не учился на пилота, но мы сейчас помолимся, все вместе полетим. Скорее всего, вы выйдете из этого самолета и выбежите из операционной, не так ли? Все дети мечтают быть кем-то. Все дети, кто-то хочет быть космонавтом, хирургом, тем же пилотом. Но я, например, ни разу не слышала такое желание ребенка стать вахтером. И я ничего не имею против этой профессии, просто учиться не надо. Пришел тебе за 15 минут, показали, где как-то включу и сид, и все. Ну, нет такой мечты стать вахтером. И для того, чтобы ты был с Богом в его царстве, действительно его сыном, тебе необходимо учиться, хочешь ты этого или нет. Давайте представим, что Божий дом – это большой дом господина. Все же могут это представить, правильно? И в этом доме есть абсолютно разные люди. Давайте представим, что есть раб, слуга и сын. И все они трое молодые, все они трое сильные, все они трое трудолюбивые. И все они делают какую-то основную свою работу. И если вы не знаете, кто из них кто, если вы придете в этот дом и увидите трех молодых людей в рабочей одежде, которые каждый выполняет свое задание, вы даже не сразу определите, кто из них раб, кто слуга, а кто сын. А в чем разница между ними? В статусе скажете, да. Но в духовном мире это наше мышление. Я сейчас не говорю о неверующих людях, я говорю сейчас о нас. И все эти три категории молодых людей сегодня в церкви, друзья мои. Только у одних мышление раба, у других мышление слуги, а у третьих мышление сына, дочери. В чем мышление раба? Если я сделаю что-то не так, у меня накажут. У слуги, если я сделаю что-то не так, мне не дадут зарплату. И только у сына мышление то, что даже если я сделаю не так, я сын, я дочь. И если папа будет писать наследство, как вы думаете, на кого он его запишет? На сына. Это мышление идет дальше, потому что раб, он не может размышлять как сын, потому что милость, она только у сына. Раб как размышляет? Знаете, есть в Библии слова «Относитесь к другому как к самому себе». Я смотрю иногда на христиан, как они к себе относятся, и я не хочу, чтобы они так ко мне относились. Правда, не хочу. И они также на другого распространяют это мышление. То есть они считают, они для себя это приняли, что если я сделаю что-то не так, я буду наказан, и я сейчас не отменяю, что посеял, то и пожал. То есть есть, естественно, вот этот вот закон, установленный Господом, что все они и жатвы. Это не об этом сейчас, это снова мы. Давайте не прыгать вот в эти вот канавы, туда-сюда-сюда. Но этот человек, принимая мышление такое к себе самому, он точно так же и к другому относится. Он точно так же относится и к другому. Если ты что-то не так совершил, как я это, например, понимаю или считаю, ты будешь наказан. Слуга, точно так же. Если ты совершил что-то не так, ты не получишь зарплату, а возможно, тебя и выгонят вообще. И только сын пребывает в воде, в доме отца. И только у него может быть та милость к себе и к другим, который хочет от нас, ну скажем так, добиться, неправильное слово, увидеть наш небесный родитель, отец. Потому что он папа. А папа – это безопасно. Папа – это не security, который тебя будет лупить и наказывать. Папа – это не тот, который тебе не выдаст зарплату твой босс. Папа – это который тебе оставит наследство. Самое интересное, что мы в Библии даже видим пример настоящего родного сына, но с мышлением слуги. Это старший сын в доме отца. Все это его, а он огорчился. Он не смог принять возвращение младшего брата, потому что он работал за зарплату. У него было условие. Я столько тебе работал, а ты мне даже не дал, козленка. То есть у него была любовь с условием. То есть родной сын, имеющий все, имел мышление слуги. Вот поэтому мы порой, не разложив вот это вот на части, не понимаем, как правильно. Ну вроде бы так правильно или так правильно. И поэтому попадаем то в одну каналу теологическую, да, то в другую. Говоря о том, что сын имеет милость, это не отменяет его, ну, правильного, святого поведения. То есть есть такие умные люди, да, которые скажут, ага, если все по милости, по благодати, ну тогда я не буду ни это делать, ни этого. Ну нет, конечно. Ну будешь, конечно. Если ты трудолюбивый сын, если ты настоящий сын, мотив, мотив разный. Абсолютно. Кто взрослый вообще? Вот как вы считаете, христианин взрослый? Вот он взрослеет. Дает ли это ему теологическое образование? Ну это помогает взрослеть, я считаю. Но, по моему мнению, взрослый – это тот, кто берет ответственность. Вначале за себя, а потом и за другого. Вот кто взрослый. Бывают ли ленивые сыновья? Ну, конечно, бывают. Я очень часто вижу, например, что есть такое… Тогда трудно что-то говорить, когда рядом действительно теологи сидят. Но, тем не менее, это мое мнение, я имею право им поделиться. Я сестра, я свидетельствую, я не учу. Абсолютно. Вот. Есть такие сыновья, которые считают, что смирение, такое прям в высшей степени, это полное, слепое, без размышления подчинение пастору. То есть, что пастор сказал, то мы будем делать. Вот он сказал там… И когда, например, это новообращенный, это очень хорошо, как ребенку нужны родители, да, для помощи. Но если тебе за 40, и ты у мамы спрашиваешь, какие тебе ботинки одеть, черные или синие, это уже, мне кажется, что-то такое изрядовое выходящее. Ты уже должен это решать сам, на какую тебе работу пойти, как тебе жизнь строить и так далее. Если ты еще ребенок новообращенный, это хорошо слушать пастора. Но если ты уже 20 лет в церкви, и ты до сих пор спрашиваешь, извини, каждый шаг у пастора, и говоришь, это высший пилотаж смирения. Нет, мой друг, это не высший пилотаж смирения. Это снятие с себя ответственности за свой выбор. Пастор за меня сделал выбор. Но если этот выбор неправильный, он будет виноват. Как Адам сказал. Это жена, которой ты питал, я что ее выбирал? Мне не из голубого. Он снял с себя ответственность за свой выбор. Я хочу поделиться своим личным примером. В одной и той же церкви со мной произошло ровно два случая в разные периоды. Я не боюсь свидетельствовать об этом. Это хороший, наверное, пример. Наша церковь в Москве есть центральная, а есть 30 региональных церквей. И вот я первая, куда пошла, это региональная церковь, которая была недалеко от моего дома. И был первый пастор у меня. И потом его как бы призвали в центральную церковь перейти служить. Но у него был помощник. Отличный брат. Вообще супер. И его поставили пастором. А я новообращенная. Для меня еще немного было ценности. Я как ребенок была. А, Господь! Я много делала неправильных вещей. Ну, от всего сердца. Не важно. И у меня первые мысли были. Ну, и что я здесь останусь? Я пойду за своим пастором туда. Потому что у меня были какие-то уже духовные переживания. Даже те переживания, которые не все христиане мне могли объяснить. Вот. И поэтому, в общем-то, как-то мне казалось, что, наверное, мне в этой церкви будет скучно. И я уже так размышляла над тем, что я пойду за своим пастором в центральную церковь. Что я здесь забыл? Что мне здесь делать? Мне уже здесь, наверное, неинтересно. И тогда Господь заговорил со мной одним из многих, в общем-то, моментов, которые он со мной говорил. Но очень четко. Потому что я так не думала. Он сказал, ну, раз ты такая умная и талантливая, так вот останься здесь и будь столбом этой церкви. Будь столбом. Поддержи эту церковь. Ну, раз ты такая умная и талантливая, я осталась в этой церкви. Я осталась с этим пастором, который был бывшей помощником. Я начала служить во многих служениях. Я, наверное, прошла все служения, которые предлагала наша церковь. В тот момент я закончила библейскую школу и служила в шести служениях. То есть вот каждый день новое служение, как на работу ходила. Я наслаждалась этим на самом деле. Но потом пришло время, когда стало наше служение, жизнь благовестия, развиваться все больше и больше. И вот эта поместная церковь, у нее было много отличных других служений. Но вот в жизни благовестия она не очень развивалась. И я поняла, что меня как-то немножко как выдавливает туда, в центральную церковь. И уже альфа-курс центральной церковь меня как бы переманил туда. И другие служения. Я служила, я играла на скрипке в прославлении. Я скрипачка. Но в тот момент я неудачно падаю, ломаю лучевой борт, кость со скрипкой. В общем-то, можно было расстаться. Такие вот вещи происходят. Я понимаю, что какой-то новый этап. А я верная. Вот по сути своей я верная. Я не выдавливаюсь. А меня все равно все это выдавливает оттуда. И пастор, который уже не видит меня в этих многих служениях, он меня призывает и говорит, Кать, слушай, знаете, я там уже не вижу. Вот там уже не вижу. Ну почему ты перестала служить? Я говорю, вы знаете, пастор, я уже как-то вот этим занимаюсь, этим и этим. И для него тоже это было обидно. Потому что я верная, я ответственная. То есть каждый пастор хочет видеть хорошую отцу на хорошем месте. А я уже как бы перехожу в ту церковь. Я понимаю, что в жизнь благовестия я не могу здесь. Я себя чувствовала, как десятиклассница, которая одевает в платьишки первокласски. Вот мне было в них тесно. Вот знаете, некоторые там, я не знаю, им 40 лет, они все в тех же брючках, что школу закончили. И мне тесно, они не выросли. А вот мне было тесно. Вот я прямо аж задыхалась. Вот мне нужно что-то большее. И тогда, наверное, кто-то скажет, ну, либо твоя, Катя, призвание было ложным, либо пастор недуховный. А я вам скажу, ни то и ни другое. Пастор был духовный. Он не был манипулятором. И призвание было правильное. Тогда что же это было от Бога? А это было то, что я должна была в тот момент сделать свой выбор. Свой выбор. За который я и только я буду нести ответственность. Можно было послушать пастора и сказать, ну да, конечно, реально. Ну, маленькая у нас тоже там церковь была. Куда ни посмотри, во всех служениях была. И тут дырка образовалась. Тут, ну, как бы, Господь, конечно, там поставил других людей. Ну, вот, но можно было послушать пастора. И голос пастора, он слышный. Он прям пуха вот такой. Прям пуха. А голос Господа, он мягкий. Но чей голос ты слушаешь лучше? Потому что здесь, если не подключено сердце твое, ты никогда не разберешься. Не разберешься. У меня было подключено сердце. И я выбрала то, что я выбрала. Я пошла служить дальше. И не жалею нисколько. Если бы я осталась в той церкви, многие так вот остаются и многие разочаровываются. Это очень печально. Громко, да? Очень нормально. Вот. Поэтому, знаете, оно бывает так. Когда мы действительно берем ответственность. Мы берем ответственность за свой выбор. За то, что мы сделали. Потому что, когда мы придем к отцу, он не скажет, ой, ну зря ты, дочка послушалась, пастор. Нет, он спросит тебя. Но у тебя же все равно был выбор. Ты должен был его сделать. И никто только за тебя. Даже если ты ошибешься. Даже если что-то сделаешь, это будет твоя ошибка. Но выбор должен быть только за нами. Ну вот такой вот я хотела вам про это сказать. А дальше? Да, давайте пойдем дальше. Мы каждый проходим свой путь. И знаете, я хочу вам сказать, что сердце человека должно быть благодарным к тому, что он проходит. Вот будьте благодарны к тому, что проходите именно вы. Но, к сожалению, сегодня мы любим смотреть на братьев и сестер, о том, что проходят они. Многое мы не понимаем вообще, как Господь действует. Но будьте благодарны за то, что проходите мы. И порой мы не понимаем другого, потому что мы не пили из его чаши. Мы не пили из его чаши. И не дай Бог нам, например, попить из чаши другого брата или сестры, потому что мы и не сможем этого сделать. Благодарите Господа за то, что мы делаем. Поэтому еще раз повторю, если ты даже свернул не туда, если даже у тебя что-то не получилось, Господь тебя, как сына, Он не выгонит из этого дома. «Стряхни пылью, вставай, вставай и пойдем дальше». Некоторые любят говорить, что если со мной это что-то произошло, то Господь не просто так допустил, что это тоже была его воля. Я вот в это не верю, если честно. Потому что настоящий родитель, он не сломает руку или ногу ребенку, не сломает ему жизнь для того, чтобы его чему-то научить. Это правда. И когда я слышала такое мнение, что если Господь это допустил, то так оно и должно быть, иначе палка какая-то бы упала. Послушайте, там в Идамском саду никакой баобак не грохнулся, когда Ева съела не с того дерева. Ну, никакой. И там, когда Адам ел, тоже никакой баобак не упал. А что Богу было угодно, чтобы они съели от этого дерева в познании добра и зла? Нет, конечно. Но Он допустил это, потому что Он уважает наш выбор. Вот главная мысль. Он уважает неправильный выбор, но Он все равно уважает. Господь его исправил. Дело в том, что они съели не просто с дерева познания зла, они съели с дерева познания добра и зла. Но сегодня я часто вижу, когда христиане продолжают есть с этого дерева, только со стороны ветви, где добро. и думают, что они правильные. Но это все равно то же самое дерево. И называется это самоправильность. Это совсем не дерево жизни. Кто понимает? Это совсем не дерево жизни, поэтому хорошими делами мы не спасаемся. Если ты сын или дочь Божья, ты будешь наслаждаться тем, что ты делаешь. Я всегда говорю, что дочь не возьмет зарплату за то, что она в доме, собственно, она помыла посуду. Сын никогда не возьмет зарплату за то, что он в собственном доме привел двоих. Он сын. Это все его. Мы не зарабатываем отношения, хорошее Богу, к себе своими делами. И отношения пасты не зарабатываем. Мы это делаем потому, что мы это делать хотим. Если ты пока этого делать не хочешь, то тогда просто подумай, в какой ты категории сегодня в этом доме. Раба, слуги или сына. Вот с этим надо разобраться. А не с тем, сделал ты что-то или нет. Внешне одинаково выглядит, как я уже говорю. Абсолютно одинаково. Братья делились откровениями. Кто-то из детской комнаты, кто-то с мультиков. Тоже хочу такую ремарочку сделать, от чего я получала очень много откровений. От своих животных. У меня дома жили три, когда сейчас двое. Они живут дружно достаточно. Но у них своя кошачья жизнь, у них свои характеры. И порой они, у них разборки свои. Я вообще не понимаю, что они делят. У них все есть. У них шведский стол круглосуточный. Вот, у них все есть. Но они все равно что-то делят между собой. И вот когда этот процесс дружа у них происходит, они, значит, друг другу показывают, кто из них главный, я не знаю, за кого из них заступаться. Вот, правда. Вы знаете, на нас вот тоже так Господь смотрит. Когда мы начинаем спорить о чем-то, когда мы не в единстве, кто точно так же не знает, за кого заступаться. И мое вот большое удовольствие, когда они все трое вот приходят, и они там приходили сейчас в бою, приходят, и они все спокойные в мире живут. Вот я откровения через это получала. Я не знаю. А мы иногда молимся так, а Господь, разберись с ней или с ним. Но я так же смотрю на котов его. Ну и за кого из них я буду заступаться? А у меня вот такие вот откровения были. Поэтому, ну, не старайтесь, друзья мои, быть лучше Бога. Не надо. Он смотрит на нас совсем иначе. Никак не надо. И если ты не прав, большую мудростью будет извиниться. Поверь мне, твоя корона не упадет, если ты что-то не так сделал. И ты пришел и извинился. А не стоишь в своей самоправедности, как в бетоне. Я правильно сделал. Все по писанию. Ну, может быть, по писанию. Но мира нету в сердце. Шалома нету в сердце. Радость. Она куда-то ушла. Извинись. Мы не рассказываем анекдоты, но рассказываем притчи. Хочу рассказать одну притчу, потому что на каждую ситуацию, друзья мои, всегда будут вовленья. Согласитесь. И вот есть такая притча, когда встречается новообращенный христианин и гуру, такой верующий уже там лет 30, наверное. И вот новообращенный восхищается Господом. Он говорит, Господь, как ты велик! Господь! Давно верующий говорит, ну и что ты так восхищаешься? Что, 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 что в тебя так вздохновило? Он говорит, знаете, говорит, я поражен. Это как же он мог целый народ, их несколько миллионов было, провести вот сквозь Красный море. И раступились воды, и прошел народ. Ну такой вот гуру говорит, ну и что тебя там вдохновило? Что не знаешь, что дуют восточные ветры, что идет отлив, что это море становится 10 сантиметров, что они вот поэтому там прошли и так далее. «Это нормальное явление природы!» Она обращенно подумала, еще пуще начал начать, «Господь, как же ты велик!» Ну а сейчас-то что тебя вдохновило? «Как ты в этом море в 10 сантиметров потопил целое фараоново войско!» То есть всегда на каждую ситуацию, мои друзья, будет два мнения. С какой вы стороны? Познали ли вы характер Бога? Думает ли вот эта вот наша голова так, как Господь думает? Поэтому большая ошибка выдирать из контекста всегда какие-то стихи и переводить их в крайнюю степень. Это является ересью. Если человек действительно хочет достичь Бога, он будет стараться думать как Бог, а это значит, что все Писание нужно просто воспринимать целиком. А для этого нужно учиться. Для этого нужно посвящать свое время. Для этого нужно посвящать свои деньги. Правда? Поэтому я ободряю вас. Я ободряю вас учиться. Я ободряю вас почитать другого выше себя. Другого выше себя. Поверьте мне, Господь смотрит иначе на нас всех, чем многие это думают. Не будьте ленивыми сыновьями. Выходите из рангов рабов. Выходите из рангов слуг, которые только с условием трудятся. Мы все сыновья и дочери Божьи. И наш статус. Никто не скинет нас с нашего статуса. Никто мою корону не уберет. Она крепко закреплена. Поверьте. И поэтому я в свободе. Если я не права, я попрошу прощения. Если я что-то сделала не так, я не буду стоять в самоправедности. Я исправлю это. Я этому научилась. Потому что я не всегда так делала. И если с утра вы проснулись, и вам не за что порадоваться, порадуйтесь то, что Бог евреев выгодил из них.